В Волгограде сегодня состоялась вторая сессия проекта Изборского клуба «Русская мечта». Энтузиасты и инициаторы социальных, культурных, спортивных и научных проектов, которые реализуются на благо развития страны и общества в целом, обсудили ключевые вопросы формирования единого образа Волгоградской области на основании передовых и востребованных практик. В Волгоградской области продолжают развивать общероссийский проект «Русская мечта». Название символичное, пожалуй, для любого поколения жителей нашей большой страны. Однако «Русская мечта» не о грезах или чем-то эфемерном, а на национальных кодах. В центре внимания проекта люди-дела, способные оказать мощное влияние на жизнь России и ее регионов. Здесь настоящие юристы, здесь настоящие музыканты, здесь настоящие арговики, здесь люди с огромной жизненной мудростью, здесь настоящие спортсмены, здесь это своего рода знак качества. И вот этот знак качества личности человеческой хорошо бы не только нам сформировать, но и масштабировать, передать его молодежи. Общественное движение призвано через национальные ценности собрать воедино различные модели правильных жизненных сценариев. Опорой для реализации станут активная жизненная позиция людей, сохранение культуры, ценностей и традиций, знаний истории своего этноса. Ключевое понимание русской мечты – это идея победы. Проханов глубоко убежден, что на самом деле именно идеология победы должна стать идеологией российского государства и идеей, которая может объединить российское общество. Среди собравшихся в зале – те, кому уже удалось реализовать общественно значимые проекты. Десять волгоградских инициатив в прошлом году вошли в число сотни лучших в первом издании «Атласа русской мечты». Среди них – Экзар-34 профессора медицины Александра Воробьева. На создание и доработку уникального экзоскелета, который позволил людям с ограниченными возможностями полноценно двигаться, ушли годы. Но когда-то большая мечта сегодня смогла стать огромным делом. Президент Владимир Путин высказался о возможности открытия на территории Волгоградской области Всероссийского центра по созданию экзоскелетов. То, что ты задумал, прошел через какие-то трудности и, наконец, увидел результат своего труда. А если ты еще подержишься результатом своего труда с теми людьми, которые рядом находятся, ну, это уже верх желаний. Еще четыре волгоградских инициативы, направленных на развитие российского общества, пополнят издание «Атласа русской мечты» в 2022-м. Каждый проект, будь то промышленное предприятие или благотворительная инициатива, высокотехнологичная разработка или культурное пространство, отражает неповторимую специфику Волгоградского региона. Участники заседания договорились о новых встречах, проведении совместных мастер-классов, дискуссий и тематических круглых столов. В регионе планируют создать фокус-группу проекта, сверхзадача которого – увидеть в разрозненной мозаике инициатив что-то общее, вдохновить волгоградцев на реализацию новых проектов и, как следствие, повысить качество жизни для жителей всей нашей огромной страны. Дарья Коломыченко, Андрей Кирсанов. Время новостей.